Проблемы Ингушетии сегодня были в центре внимания президента. Днём Владимир Путин по пути в Таджикистан на саммит ОДКБ совершил остановку в Магасе и провёл там совещание с руководством региона. Глава государства недоволен положением дел в социальной сфере. Антон Верницкий подробнее. Программа социально-экономического развития Ингушетии была принята ещё в 2009-м. Предполагалось, что к 2016 году в результате многомиллиардных вливаний средств из федерального бюджета здесь будут построены новые школы, больницы, хотя бы частично решится проблема с ветхим жильём. На встрече с главой Ингушетии неожиданно прилетевший в Магас Владимир Путин поинтересовался финансированием. Выяснилось, что центр деньги перечисляет по 4 с лишним миллиарда рублей ежегодно. Но на фоне позитивной демографии население Ингушетии растёт чуть ли не быстрее всех в стране. Улучшения в социально-экономической сфере минимальны, и проблем здесь очень много. Одна из них – это высокий уровень безработицы. Он значительно в разы превышает среднероссийский уровень. Практически пятая часть, 22,8% жилья в регионе, относится к категории ветхого и аварийного. Обращаю ваше внимание, коллеги, это самый высокий показатель по стране, даже выше, чем в шахтёрских регионах. В республике ощущается дефицит квалифицированных врачей и среднего медицинского персонала. Так, показатель младенческой смертности в Ингушетии – один из самых высоких в стране. При этом строительство перинатального центра, который должен был появиться в Ингушетии к 2016 году, затягивается. Хотя глава республики и заверил Владимира Путина – ускоримся. Необходимо ускориться и со строительством школ и детских садов. Остро не хватает мест в дошкольных образовательных учреждениях. Большинство школ работает в две смены, а некоторые и в три – 11 школ. А 70% школ работает в две смены. Но здесь особая проблема. Я не прошу, сегодня нам надо 230 детских садиков и порядка 70 школ. Но я их сегодня не прошу, потому что у нас нет кадров. Но у крови из носа, конечно, сегодня необходимо было бы до 30 детских садиков и до 20 школ. О каком качестве образования может идти речь, когда большинство детей Ингушетии вынуждены ходить на уроки во вторую смену, то есть вечером, а всё время до этого слоняться по улицам? Ведь другие развлечения найти сложно, как и работу молодёжи. Всего лишь около 10% жителей республики – люди преклонного возраста. И что очень важно, что трудоспособное население, одно из самых высоких в Российской Федерации, более 57%. Поэтому вопрос занятости, как вы правильно отметили, является ключевым и самым критичным для формирования социальной и экономической стабильности. В оправдании руководства республики следует сказать, что исторически в Ингушетии не было никаких социально-культурных объектов. У нас не было никогда дворца спорта, никогда стадиона, никогда родильного дома специализированного, никогда не было дворца культуры. То есть объектов этих никогда не было. Вот кадры почти столетней давности. 1919 год. Большинство спортивных сооружений в республике до недавнего времени оставались на том же уровне. Правда, по словам Юн Узбека Евкурова, полтора года назад появился первый в Ингушетии бассейн и даже одна площадка с искусственным льдом. И это на 464 тысячи жителей республики. Останавливаться на этом здесь не намерены. При этом Владимир Путин отметил позитивную динамику развития Ингушетии. Тем не менее, регион по-прежнему остается дотационным. Антон Верницкий, Марина Елисеева, Первый канал.